29 октября в Центральной библиотеке отмечали очередную годовщину рождения комсомола. И хотя организации уже давно нет, тем не менее за круглым столом собрались бывшие комсомольцы, для которых день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодёжной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников. 101 год назад, а именно 29 октября 1918 года, на Первом Всероссийском съезде Союзов рабочей и крестьянской молодёжи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодёжи. Позднее эта организация дважды переименовывалась. В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, в 1926 в названии появилось слово «всесоюзный». В итоге получился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи. За круглым столом бывшие комсомольцы вспоминали историю создания сирицкой комсомольской организации. Ирина Михайловна Власова отметила, что согласно архивным документам до революции 1917 года, в середине было никакой молодёжной организации. Однако молодёжь пыталась найти своё место в жизни, стремясь к объединению. И вот однажды вечером 10 апреля 1918 года инициативная группа во главе с нашим земляком-делегатом Второго съезда Советов Александром Лялиным в бывшем училище фабриканта Павлова позднее фабрики номер один устроило Общегородское собрание молодёжи. Собралось более 200 человек. После долгих и жарких споров была оформлена комсомольская ячейка в составе 45 человек. Таким образом, день 10 апреля 1918 года стал датой рождения Сирицкого, а затем Фурмановского комсомола. С того периода прошло более 100 лет. Комсомол прошёл сложный и трудный путь своего восстановления и развития. В прошлом году в честь юбилея в нашем Фурмановском районе была подготовлена и вышла в свет книга «Ничто на земле не проходит бесследно». В тёплой дружеской обстановке в библиотеке прошла её презентация. Собравшиеся говорили, что комсомольцы, которые всегда ставили партийные и государственные интересы выше личных, сыграли далеко не последнюю роль. Однако в начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи распался практически одновременно с СССР. 27 сентября 1991 года 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации. С этого дня день рождения комсомола перестал быть государственным праздником. Бывшие комсомольцы говорили о том, что в этом году две юбилейные даты. Это 100 лет областной комсомольской организации и столько же областной молодёжной газете «Ленинец». Собравшиеся вспоминали, что было сделано хорошего и полезного в решении задач, стоящих перед комсомолом в городе, области и в целом в стране. Я, наверное, повторю слова, которые есть в песне. Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба. Я с 17 лет работаю в школе. Пришла я как раз по призыву комсомола работать старшей вожатой, потому что именно комсомол решил придумать такую профессию, как вожатый, чтобы быть рядом с детьми, рядом и чуть-чуть впереди. Вот я всю свою жизнь рядом и чуть-чуть впереди. Когда я пришла работать в первую школу, мне было 27 лет, я ещё целый год слишком была в комсомоле. У нас была сильная комсомольская учительская организация. И мы, если у нас был, например, конкурс песни, участвовала учительская комсомольская организация. Если был конкурс «Агитбригад», то участвовала учительская комсомольская организация. Секретарь школьной комсомольской организации Валерий Ельников в то время сказал, когда, говорит, вы вышли на сцену, а нас вышло на сцену 30 человек и запели, говорит, У меня коленки задрожали. Вот такое было, наверное, влияние учителей комсомольцев на учеников комсомольцев. То есть мы были примером всегда. Мы были рядом, им были примером. Пусть нет сегодня комсомола, но сколько мне уже 70 лет, я каждый год праздную этот день. Поздравляют меня дети, поздравляют меня друзья с этим днем прекрасным. Потому что наша юность комсомольская была очень интересной, замечательной. И сегодня, работая с ребятами в музее, когда мы создаем различные следовательские работы, готовим экскурсии, если есть возможность использовать в тексте экскурсии материал по истории комсомола, истории пионерии, у нас специальные темы есть. История дополнительного образования. Обязательно про комсомол рассказываем. Старший брат – организатор пионерии. И дополнительный образование. Именно комсомол. Пионерия – счастливая страна. Но как обойтись без комсомола? Мы тоже не можем рассказывать о комсомоле. Да, сегодня у нас нет достаточного количества материалов в нашем музее, чтобы создать экспозицию, посвященную истории комсомола. Но, тем не менее, у нас есть, например, Ирина Михайловна подарила нам фотографии, которые были использованы в прошлом году, когда мы отмечали 100 лет комсомолу. И мы оформили фотоальбом. Главное, ребята сердцем не стареть. И ребята с удовольствием листают фотографии, рассматривают, задают вопросы. Кроме того, к нашей экспозиции «История дополнительного образования» тоже есть. И альбомы, и комсомольские значки, и комсомольское знамя, и вымпел. Все это мы рассказали ребятам при проведении наших мероприятий, музейных уроков. Появилась книга замечательная. Книга вышла в прошлом году, которая есть у нас в музее. Это книга. И ребятам мы показываем эту книгу. Я говорю, так, здесь есть и мои воспоминания о комсомоле. Я уже полное право имею рассказывать о том, что комсомол – это здорово. Комсомол – это наша жизнь. Я показываю книгу эту, рассказываю о моих коллегах. И, конечно, делюсь своими воспоминаниями. Ну, надо сказать, что в этом году, хотя уже эти даты все прошли, но мероприятия, посвященные дню рождения комсомола, проходят по всей стране. И в нашем крае особенно. Вот сегодня я уже получила для нас, участников круглого стола, ну, как бы телеграмму от приволжанных, которые часом раньше начали свое мероприятие, которые желают нашим ветеранам здоровья, оптимизма, как говорила Наталья Леонидовна, счастья, и быть всегда такими же активными, ну, и не терять духа своего, помогать, дружить и помогать друг другу во всех наших делах. За круглым столом говорили о том, что на базе лучшего опыта комсомола можно отобрать самые действенные и результативные формы работы, которые могли бы заинтересовать молодежь нынешнюю, лечь в основу создания сильного мощного движения в стране, независимо от того, какое название оно получит.